В детском саду школе Туркестана детям давали просроченные лекарства. Это было обнаружено во время проверки, которая последовала за жалобой, опубликованной в блоге министра образования и науки. Воспитатели и нянечки написали о том, что руководство учреждения Имхамид занимается поборами и принимает детей сверх нормы. Из-за последнего якобы малыши спят в кроватях по двое. Ирина Абрамова побывала на месте событий. Жалоба о том, что в детском саду Абжелькен дети постоянно недоедают, спят по двое, а сотрудники страдают от систематических поборов и нецензурной брони руководства появилась сначала на блоге министра образования, затем на сайте областного прокурора. Уже сегодня в детском учреждении уполномоченные органы начали масштабную проверку. Говорить на камеру жалобщики отказались. Видимо, предпочитают эпистолярный жанр. Директор детского сада Яхияева Айгули, методист Макулова Рахима, кроет сотрудников матом, унижает. Каждый месяц нас собирают на всякие комиссии. По 2, 4, 7 тысяч деньги. От нашей зарплаты остается половина. Директор сада, конечно, отвергла обвинения. Айгуль Яхияева уверена, все происходящее – компания против нее. Дескать, жалобу написали обиженные воспитатели и нянечки. Если они плохо работают или занятия не проводят, мы требуем от них, чтобы мы смотрели, чтобы работали, чтобы качественные знания детям давали. Как от нас требуют, мы от них тоже требуем. Но в детсад все же наведались ревизоры. Пожарные, специалисты Департамента по защите прав детей, санитарные врачи выявили нарушения. В спальнях чувствуется запах из туалета, многоярусные кровати уже очень высокие, а дети спят и играют в столовой. Но вот что самое страшное, по словам проверяющих, детей тут лечили просроченными лекарствами. Это медикаменты для оказания первой медицинской помощи. Всего 10 наименований. Мы заполнили протокол, и теперь будет приниматься решение о персональной ответственности должностных лиц, в частности, директора сада школы. Сейчас в компетентных ведомствах выясняют обстоятельства и по другим жалобам. Вопросом о возможных незаконных поборах уже занялись финансовые полицейские. Ирина Абрамова, Бахадр Тажибаев, Виталий Заянтинов, 7 канал, Южно-Казахстанская область.